Всем привет, друзья! Еще одна интересная такая статейка попалась. Хочу зачитать вам 61 год, номер 12. Значит, лечение гнильца прополюсом. Гнильца пчелиного. Читаем. Лечение пчел прополюсом. Для лечения пчел от европейского гнильца я использовал экстракт прополюса, приготовленный следующим образом. Один килограмм прополюса наставил в течение двух суток в одном литре водки. Ну, точнее, килограмм на килограмм, или одна часть на одну часть. Если у вас нет килограмма прополюса, это очень много, то вы, естественно, возьмете сколько там? 200 грамм прополюса и 200 грамм водки. Очень понятно. Затем фильтровал. Хочу пояснить, как смешать этот прополюс с водкой. Естественно, он растворяется хорошо в этом, в спиртных. Но, чтобы еще быстрее растворился, обычно ложат прополюс в морозилку, он застывает там. И потом, если ударить по нем молотком, ну так, чтобы он не разлетелся по всей хате, а закрыть его или в материю, или еще в чем, чтобы он сохранился там. Вот. И ударить молотком или еще чем-то тяжелым, он рассыпется в порошок, так сказать. И тогда этот порошок легко растворяется в водке. Полученная жидкость смешивалась с сахарным сиропом в соотношении 1 к 9. Ну, тут понятно тоже, как смешивалось соотношение. Если у вас этой жидкости получилось, если 500 граммов прополюса, 500 граммов водки, ну, килограмм получилось. То есть, если 1 к 9, значит 100 граммов, как говорится, этой жидкости, этого лекарства. Ну, и 900 граммов или 900 миллилитров этого сахарного сиропа. Вот. Одной пчелиной семье я давал по 1 литру лечебного сиропа 3 раза через 3 дня. То есть, если 100 граммов вы туда добавили, 900 граммов сиропа, то вот так он давал через 3 дня. То есть, 3 дня промежуток был. В 58 году на нашей сахарной пасеке было 116 пчельных семей, из которых 38 болели европейским гнельцом. Лечебную подкормку получали как больные, так и здоровые семьи. То есть, профилактика годится, я думаю, это вам понравится. Этот антибиотик практически не влияет ни на мед, ни на пчел. И поэтому вы всегда будете, так сказать, на высоте, если будете лечить таким антибиотиком. Все 38 больных семей в ближайшие дни после лечения выздоровели. А среди здоровых новых случаев заболеваний не наблюдалось. Контролем к опыту служила соседняя пасека, где было 77, из которых 35 болели европейским гнельцом. Случаев выздоровления больных семей на этой пасеке во время проведения опыта не было. То есть, если не лечить, семьи приходят, так сказать, в упадок и погибают. В 59 году на опытной пасеке из 38 болевших гнельцом семей рецидив наступил только в трех. То есть, подтверждается информация, что болезнь может вернуться. И это при любом лечении, даже если вы пенициллином или просто биологическим методом лечите. Всегда болезнь имеет некоторых, она устойчива в некоторых семьях может возвращаться. Которые были подвергнуты повторному лечению сиропом с экстратом прополюса и выздоровели. То есть, если вы заметили, что опять существует эта проблема, то опять можете дать этот сиропчик вместе с прополюсом. На контрольной пасеке в эти годы пчельные семьи продолжали болеть гнельцом. То есть, там, где не лечили, гнелец продолжал развиваться. Я пришел к выводу, что лечение европейского гнельца прополюсом эффективно. И предполагаю, что прополюс служит не только для утепления гнезда, но и для антибиотической защиты пчел от гнельца. Эту мысль я обосновал своим наблюдением на жизни пчел, которые не только в обычных одностенных улях, но и в очень теплых двустенных обволакивают тонким покровом из прополюса деревянные части гнезда и холстики и замазывают ими углубления, могущие стать очагами накопления болезнетворного начала. Это старший пчеловод берлинского зверозавхоза в Татарской ССР. Ну а здесь есть еще статейка небольшая. Это значит научный сотрудник, который за институтом пчеловодства куликов подтверждает, что они проверяли и что это работает. Тут написано, что это было, я же читаю этот журнал во времена Советского Союза был. Я прочитаю. В СССР ведутся обширные исследования по лечебному применению продуктов пчеловодства. Мед, маточное, молочко, прополис, пчелиный яд уже нашли применение в медицине и ветеринарии. Круг практического применения продуктов пчеловодства в этой области продолжает расширяться. Подобные исследования ведутся и за границей. В 1960 году в Париже вышла монография Пьера Лави «Антибактериальные субстанции в пчелиной семье». В ней автор приводит обширный материал по исследованию антибиотического действия меда, воска, перги, прополиса, маточного молочка, пчелинов яда и пчел на 30 видов микробов, в том числе и на возбудителей гнильцов. По данным Лави антибиотики пчелы распространены на площади кутикулы. То есть это голова содержит больше антибиотиков, чем грудь, а грудь больше, чем брюшко. У рабочей пчелы антибиотические свойства обладают глоточные железы. Гемолифма не обладает антибиотическими свойствами. Лави указывает, что наиболее сильные антибиотические действия на возбудителя американско-европейского гнильцов оказывают экстраты прополиса. Лави считает, что антибиотические субстанции прополиса добываются пчелами из смолы, собранной с почек тополя. Ну это его щит мнения, так сказать. А этот человек принимал непосредственно прополис, который пчелы собирали повсеместно. По данным Лави, пчелы из пораженных американским гнильцом семей содержат вдвое больше антибиотиков против бациллы ларви, чем пчелы здоровых семей. В такой семье, по-видимому, имеет место усиленное защитное выделение антибиотиков. В заключении автор приходит к выводу, что пчелинная семья наполнена антибиотиками, активными против возбуждения гнильцов. То есть, пчеловоды заметили, что семья, если она поражена гнильцом, не весь расплод, а такой, получается, сетчатый, выходит. Некоторые выдерживают, а некоторые не выдерживают, погибают. И поэтому это подтверждение еще 1960 года в Париже подтвердили эту информацию. Поэтому, если вам нравится, и оно чистое, так сказать, нехимическое применение антибиотик натуральный, который даже при лабораторных исследованиях не влияет на мед, на продажу, везде, где бы вы что-то ни делали, это самое то, что вам требовалось, так сказать, для лечения ваших пчел. Ну и, естественно, еще есть у меня тут небольшая статейка, вернее, вопросы-ответы пчеловодов, которые задают. Это вопросы различные, которые возникают у пчеловодов. Я думаю, вам понравится это, я отметил. Вопрос. Каким путем попадают прилетающие со взятком пчелы на соты в ульи с 20-мм подрамочным пространством? То есть, это если под низом 20 мм высота, высота 20 мм, вот это вот, то как они попадают на соты? Я слышал, что летные пчелы передают нектар и пыльцу другим пчелам, не поднимаясь на соты. Верно ли это? Задает один пчеловод. Ответ. Прилетающие со взятком пчелы, как правило, попадают на соты, размещенные вблизи литка. Переходят они на соты чаще всего по задней стенке уля. Во время сильного взятка летные пчелы передают нектар нескольким пчелам-приемщицам. При слабом же взятке сами складывают нектар в ячейки. Обножку пчела сбрасывают в одну из ячейок, где складывается перга. Вопрос. Проверялся ли способ создания многоматочных семей путем подрезки жала матками? Какие получены результаты? Ответ. Этот способ проверялся недавно на Башкирской опытной станции пчеловодства. Станция установила, что матки с подрезанным жалом спариваются в те же сроки, что и контрольные матки с сестры с цельным жалом. По кладке яиц оперированные матки также не отличаются от контрольных маток. Матки с подрезанными жалами могут некоторое время жить и откладывать яйца в одной семье. Однако сожительство маток не носит устойчивого характера. Подробнее об этих опытах можно прочесть в статье Тюльпанова и Генриха, помещенной в номере 2 журнала пчеловодства за 1958 год на странице 1721. Мне доводилось видеть видео на интернете, мы так пометили разным колором, разным цветом, синий, красный, белый и три матки вместе засняли, они кушают. Ну естественно не напечатали ничего и не сказали ничего по каким образом, почему они матки не нападают друг на друга. То есть вот этот метод говорит, что этим маткам подрезали жало, матку немножко придавливают, она выпускает жало, ну смотрите, чтобы она не укусила. И тогда аккуратно подрезают. И таким образом такие матки даже и неплодные с подрезанным жалом могут спариться и класть яйца и могут жить 2 и 3 и больше в семье. Но, как тут сказано, это не является стандартным, могут со временем исчезнуть. Следующий вопрос. Я слышал от знакомого пчеловода, что на выделение 1 кг воска пчелы расходуют до 10 кг меда. Верно ли это? Это тоже интересный вопрос, потому что этот вопрос проводился только испытанием научным, так сказать. Его трудно подогнать, но есть тут такой ответ. Такое большое количество меда пчелы расходуют лишь в том случае, если их вынуждает выделять воск и строить соды в неблагоприятных условиях. Весной и летом, когда ульи много пчел и расплода, при наличии взятка дополнительные затраты меда на выделение 1 кг воска не превышают 3,5 кг. То есть, приблизительно, чтобы отстроить 1 кг воска, чтобы выделить, они съедают 3,5 кг, ну 3,6 кг тут написано, ну приблизительно, меда. Я думаю, что с пыльцой. Большой недобор меда получается в тех случаях, когда рамку с искусственной овощиной подставляют улья во время главного взятка, отвлекая пчел-приемщиц нектара на строительство сотов. Поэтому отстраивать запас сотов для складывания меда надо заранее с весны при небольших взятках. То есть, это говорит о том, что пчеловод всегда должен иметь большой запас сотов. Чтобы в других местах я читал, что до 30-40% теряется медосбор на отстройку новых сотов во время взятка. Если у вас эти соты есть, им не надо строить, они заливают и у вас увеличивается медосбор. Ну, естественно, на первых порах, когда вы купили пчел или вы увеличите сотохранилище, то желательно, чтобы, ну естественно, вы несете небольшие убытки на отстройки сотов. И желательно это делать во время маленьких взятков, при котором, так сказать, меда не будет, а семья идет на развитие. То они и потихоньку и отстраивают. Вопрос. Как можно по внешним признакам отличить пчелу-трутовку от нормальной пчелы? По внешнему виду пчелы-трутовки ничем не отличаются от нормальных пчел. Только вскрыв брюшко, можно обнаружить, что у пчел-трутовок имеются развитые яйцевые трубочки. И в них видны яйцевые камеры с развивающимися яйцами. Пчелы-трутовки обычно появляются при отсутствии матки и расплодов в семье, число их достигает несколько сотен и тысяч. Вот такой вот был ответ, что практически, исследуя другую литературу, могу сказать, пчелами-трутовками может стать любая пчела. Вопрос. Внезде семьи пчел имелось два свящевых маточника. 13 июня из одного маточника вышла матка. Через 6 дней второй маточник был еще цел, но в его крышечке виднела щель. Приподняв ножом крышечку, я обнаружил матку, которая быстро выскочила из маточника. Могут ли пчелы задержать выход матки из маточника? Ответ. Да, могут. Например, при роении пчелы допускают выход первой молодой матки и не позволяют выходить из маточника другим маткам. И еще Франсуа Губер, выдающий швейцарский натуралист, один из первых исследователей биологии пчелиной семьи, наблюдал, как матки прогрызают в крышечке маточника щель, которую высовывают хоботки и получают от пчел корм. Но из маточника не выходят. Пчелы сохраняют таким способом молодых маток. Часто в момент выхода роя такие матки, лишенные охраны пчел, выходят и присоединяются к рою. В описанном вами случае пчелы также сохранили бы запасную матку в маточнике. То есть, как правило, пчелы сидят сверху на этой крышечке и не дают. Тут косвенно сказано, что перестали, когда рой выходит, пчелы перестают сидеть на этих крышечках и они выскакивают матки и вместе с роем тоже выходят. Итак, далее читаем. Вопрос. Пригодно ли для выращивания расплода перга, хранившая зимой при температуре ниже нуля? Ну, это приблизительно морозы, значит. Ответ. Перга, подверживающая воздействию морозов, не будет полноценной, так как при низкой температуре разрушаются частично ее ценные составные части, в частности витамины. Тем не менее, такую пергу, если она не заплесневела, если отсутствует свежая пыльца, пчелы охотно используют. Рамки с пергой лучше всего хранить при температуре от нуля до восьми градусов тепла. В хорошо закупоренных ящиках или корпусах улев перга хорошо хранится в тамбуре подземного зимовника. В сухом и теплом помещении перга может легко пересохнуть, а во влажном закиснуть, что сделает ее неприкодной для потребления пчелами. Ну, вот такой вот был ответ. Вопрос. Можно ли помещать на зиму в ульи лежаки по две семьи в целях экономии места в зимовнике? И как переселить пчел осенью в один уль? Ответ. Две семьи в ульи лежаки зимуют очень хорошо, и этот прием широко используется пчеловодами. Заранее ульи делят сплошной перегородкой на две отделения. Устраивают литки для каждого отделения. Если оба литка делают передние стенки улья, то стенку и прилетную доску надо разделить перпендикулярной доской, окрасив левую и правую половину улья в разные цвета. Семьи, намеченные к переселению, постепенно передвигают к месту стоянки ульев, в которые их намечено пересадить, и ставить рядом. После переселения пчел поздней осенью, после сборки гнезд на зиму. Вот такие вот, вернее, переселяют пчел поздней осенью, после сборки гнезд на зиму. Вот такие вопросы и ответы, друзья, для вашего понимания лучшего и для работы с пчелами. Удачи вам, до встречи, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы, если возникают. Субтитры сделал DimaTorzok